Курочек моих и очень просили показать индюшат. Вот показываю. Вот они курочки и вот они индюшата. Да-да, теперь они живут вместе с курочками. Позавчера я их сюда посадил. Получилось как-то случайно, я вообще не планировал даже. Я их выпустил гулять, а они полезли сюда, в отбор. Они гуляли на участке, где их клетка стоит. И полезли через теплицу, сюда в огород, а потом во двор. И я решила их попробовать загнать курочкам, посмотреть, будут ли они их вообще бежать. Чтобы уже жили вместе. И вот, как видите, теперь живут вместе курочки. Их не обижали, а даже боялись. А вот индюкам было все равно. Вот бывает клюнут, когда индюки, они любопытные очень. Они лезут к курам, и курица может клюнуть, чтобы он отошел. Так они не обижают их, в принципе. Вот у индюков уже, видите, лысеют головы, особенно у самцов прям такие красные уже. У самочек еще такие бледненькие заросшие. Чего ты их обижаешь, а? У курочек тоже все хорошо. Несутся, сзади слились сейчас гораздо лучше. Начал давать дерть. И начали нести мне 17-16 яиц вот было. Вчера плохо снеслись, только... Сколько-то они, 8, по-моему, штучек снесли. Ну вот сегодня уже только за утро 9. Думаю, тоже будет много. Сейчас пойдемте посмотрим, снесли ли они еще что-то. Чего ты кричишь, курочка? Вот это курица, рыжулька, по второму кругу села на яйца. Это лигорниха, она постоянно... Что это? Ай, расклевали. Они расклевывают еще много яиц, я заметила. Вот эта вещь так вогчет, доди, садится. Так, у тебя тут что? А вот это что такое, я не пойму? Тут какой-то неопознанный объект. Будто бы кусок какого-то мяса. Я не пойму, что это у них? Выкину. Так, а вот яйцо, видите, расклевали, зараза. Отдам его, найди, найди. Иди сюда. Иди ко мне. Давно вам ее не показывал. Вот она, у нее все хорошо. Выросла, большая стала. Она яички любит кушать. Иногда балую ее. Или вот когда вот так расклевывают яйца. Индюшатки, в принципе, тут себя чувствуют хорошо. Лазят. Сначала не соображали, где вода и еда ходили с открытыми ртами. Но сейчас уже понимают. Вот покажу вам гусей. И уточек. По уточкам у меня печальные новости. Заболел мой утак, снежок. Видите, сидит там. Он, видите, прям похудел. Так и в весе он очень-очень легкий стал. Но самое главное, что я заметил это вот только недавно, когда ему уже максимально плохо. Я давно замечала чего-то, знаете, стал менее активный, но не придавал этому никакого значения. А вот недавно его поднял. И понял то, что очень сильно он убавил в весе. Стал менее активный. Ну, не знаю. Конечно, ходит, не прям, все печально, но не знаю, кушает ли он вообще. Я его кормлю насильно. Вот вчера кормил, сегодня уже приспособился. Сначала вообще не понимал, как. Это кур я привык кормить. А уток у них же клювик другой. И вот водичку им с антибиотиком развел. Вот тут сидит квочка моя, которая с цыплятами была, которая их обижала. Я ее отсадила от тех, потому что они ее обижают. Потом под моим присмотром они подружатся. Пока что мне некогда, пока что сидит с этими. И самое, что интересное, ну, такое не очень веселое, это вот у этой утки. Вчера у нее должен был быть вывод. Ну, вчера были 35-е сутки, сегодня 36-е. Даже наклевав еще нет. Но яйца живые. Вот взял 4 яйца, просветил, все живые в воздушной камере. Либо я напутал опять что-то с днями. Потому что, знаете, сейчас очень много информации. Я часто что-нибудь забываю. Либо вот задерживается вывод. Видите, что-то у нас вообще с выводами очень-очень плохо все. Что утята наклевываются, замирают. Цыплята. Вот прям что-то меня это расстраивает, конечно. Она еще хвохчет, ходит. Все, забудь детей. Ты такая мамка, что... Не нужна нам такая. Вон они индюшата кушают. А на место индюшат я поселил кое-кого другого. Сейчас пойду вам покажу, кто там живет. А пока что попробуйте догадаться, кого я поселил туда, где у меня жили индюшата в той клетке. Вот она эта клетка. И кто же тут сидит? Мои цыплята. Видно, не видно? А то солнце отсвечивает. Я вообще не вижу, что снимаю. Сейчас открою, покажу. Вот они, такие красавчики. Галашейки мои хохлатые. Смотрите, какие у них хохолки выросли. Такие стали аккуратные. Красивые. Как короны такие из перьев. Вот он мой инвалидик цыпленочек. С ним все хорошо. Растет от этих, не отстает. Ну, несмотря на то, что он гораздо старше их, конечно. Но сейчас вроде начал наравне с этими расти. Вот он мой самый крупненький цыпленочек. А вон та галашейка беленькая, видите, с зеленкой. Что-то расклевали они. Ей чуть попу на хвостике. И они жили с виргинцами. И, короче, прихожу, виргинцы половина расклеваны просто. И вот у этого цыпленка. Я их рассадил, помазал зеленкой. Ну, все нормально сейчас. Вон у этих галашейек тоже хохолочки. Надеюсь, что хоть одна хохлатая галашейка будет курочкой. Вообще, рассчитываю хотя бы на две курочки галашейки. Ну, и две хохлатые. Ну, а там как получится. Ну, и хочу еще одну грустную новость вам рассказать. Ну, как хочу. Придется. Фазаненок. Вот, буквально час назад я снимал видео, выбирал фазанят. И вон тот слабый фазаненок погиб. Буквально минут через 30 после этого он, к сожалению, погиб. Не знаю, что с ним случилось. Эти вот вроде бодренькие. Но чего-то я сомневаюсь, что будет здесь самочка хоть одна. Цыпленочек этот вроде тоже крепчает. Ну, будем смотреть, как встанет на лапке. Хорошо. Вот пытался его еще отмыть. Но все равно оно у него засыхает. Вот так и все. И если кто не видел мой пост, который я в сообществе писал, то цыпленок расклеванный, которого курица расклевала, тоже, к сожалению, погиб. Так что вот такие вот дела. Очень много сейчас печальных новостей, конечно. То заболеет кто-нибудь, то порасклевывают кого-нибудь, то погибнет кто-нибудь. Очень жалко, конечно, всех. Уже сил нет всех лечить. Но вот так. Пока что хороших новостей гораздо меньше, чем плохих. КОНЕЦ